Роман Гура Я там вел доклад по Art Direction и надеюсь вы увидите еще это видео И я там вел Art Battle Что это такое? Каждому участнику были выданы случайно образа слова Слова эти содержали сеттинг, потом некое описание персонажа и тип персонажа Подобный генератор сеттингов и классов персонажей можно найти по ссылочке в описании на сайте Гура.Е Мы этим постоянно пользуемся на курсах концепт-арт Дальше был такой бриф короткий, как собственно подходить к этому заданию А потом где-то 2 часа и даже чуть больше все рисовали персонажа на основании вот этих слов Я тоже тянул бумажечки и я тоже случайным образом брал за основу некого персонажа И рисовал, причем показывал как это происходит У меня попался киберпанк гибкий псионик Тут надо сказать сразу подход к этим словам Надо делать так, чтобы эти слова не становились каким-то внешним фактором Например, вот если вам попался мокрый, то нет смысла делать дочь, например Или мокрого персонажа Лучше сделать, чтобы он, например, гидроусилитель какой-то использовал Или управлял водой, как маг какой-то стихий И так далее, чтобы это было свойство персонажа И, конечно, это не должно вас ставить в тупик Вот здесь псионик, но сразу же пошли идею в сторону каких-то проводов Потому что киберпанк это такая часто голая механика То есть противостояние каких-то крутых корпораций с хай-тековским стилем Против, ну, в общем, тоже, конечно, высокие технологии Но технологии, которые делаются где-то на коленке Собираются вручную Эстетика не так важна Главное, чтобы работало Материалов мало И поэтому оно все такое часто выглядит Торчат провода Из него всякие импланты, конечно, используются Роботизированные технологии и так далее Собственно, я сразу двинулся в разные направления Я люблю делать сразу несколько вариантов концепта И у меня здесь, ну, точно будет все связано с мозгом С имплантами в голову В итоге были какие-то идеи Даже подвешенного ребенка Который управляет роботом А сам по себе, как кукла, такой висит внутри И в целом это не боевой робот А что-то такое психологического влияния Такой лабораторный экспонат Или более продвинутый, почти боевой Но роботы я еще отбросил по той причине Что, ну, довольно мало времени Да, эти идеи можно поразвивать Но там надо интересно продумать механику В итоге я пошел по версии Которая, может быть, чуть-чуть проще Чуть более предсказуемая Но это такой вот псионик Который переносит информацию Где-то там у него, может быть, некий мозг Или банк данных за плечами Это все посоединок в голове И, да, он использует какой-то позах Конечно же, этот персонажик Может быть не до конца продуманный Но вот в таких коротких заданиях Это не так и важно на деле Потому что важно здесь сгенерить некую идею И да, и в таких быстрых набросках Часто наталкиваешься на какие-то прикольные решения Потом это можно пересмотреть заново И выделить то, что тебе понравилось И уже продумать персонаж гораздо более детально Хочется выделить ему наплечный контейнер Который выделяет его по силуэту Шланги, которые идут с головы И маленькие роботы, которые над ним летают То есть все это должно придать Дополнительной узнаваемости персонажу Ну и какая-то симметрия, торчащие провода В целом это передает киберпанк Так, а теперь отложим то, что у меня получилось Заняло времени почти 2 часа Но кроме этого мы сейчас разберем результаты их работ Я сразу хочу сказать, что это будут не совсем разборы Которые происходят на курсе концепт-арт Потому что прежде чем дойти до персонажа Мы, конечно, там проходим достаточно много занятий И достаточно много заданий выполняем Прежде чем дойти до персонажа в целом Поэтому тут будет беглый разбор Тем более, что у нас много работает Больше 20 человек И начнем мы с победителей То есть скорее я буду давать такие некие общие советы Чтобы подробно разбирать Во-первых, нам надо больше времени Во-вторых, нам надо гораздо больше структуры Скелет сперва создать И, к сожалению, сейчас я не могу вам прочитать курс целиком Во время разборов У людей, конечно, было некое вводное Это несколько помогает Но все равно это очень мало Там полчаса и все Так, мы начнем с победителей Иногда я буду разбираться и говорить Еблеводные, но все имена, фамилии я называть не буду Это просто займет дополнительное время Это вот Алина Антонова Она у нас заняла сразу же первое место Мы сразу же начинаем вот так Чтобы победители не ждали своего разбора очень долго Под конец этого видео У нее был ретро-футуризм и охотник Да, за это время это довольно хороший такой яркий концепт Что я могу сказать? Тут скорее такие общие дополнительные вещи Ну ладно, да, не будем про технические моменты По концепту, что хорошо? Хорошо, вот эти отчетчики классные Хорошо, что вот это вот все хорошо читается По этому шлему и очкам довольно хорошо узнается персонаж Это то, что выделяет его Потому что на деле вот это все, что здесь Оно немного такое безликое То есть да, это что-то прикольное соединение Но они немного нефункциональны Это то, что я бы выделил Хочется, чтобы это было не просто соединение брони А, например, там какой-то пантантаж там был Или какой-то нож Или какой-то топотный пистолет Или если у него какой-то огнемет, то соединение с баллоном С горючей смесью, да Хочется чуть-чуть больше логики Я понимаю, что и времени мало Но все-таки, да Тут, чтобы это делать Тут надо достаточно много перерисовывать Если надо как-то додумывать На деле у него хорошая такая каска Немного реалистичная Поэтому я бы вот это все решал Чуть более реалистично Но я думаю, что, да, перерисовывать мы сейчас не будем Тем более работа действительно хорошая Если этот концепт развивать То я бы продумал чуть-чуть в сторону реальных солдат Где он, например, носит дополнительные там обоймы Или где у него там, не знаю, документы Какой-то гидратор или что Для этого достаточно чуть-чуть поинтересоваться Что вообще там носят солдаты и зачем И тогда логика сама по себе в общем в констюме появляется Просто они могут быть в другом стиле Здесь реализованы, да, и какие-то новые технологии применены Что еще я бы выделил Да, у него есть этот шлем и очки Это хорошо Он сейчас солдат Это неплохо Но он сейчас не главный герой, скажем так Да, для главного героя Надо чуть более выразительный характер Надо чуть-чуть более узнаваемые штуки Хотя бы даже если он простой солдат Тут какой-то бывалый солдат, где у него уже не просто серийный шлем А шлем с наклейкой, скажем так Да, вот как хороший пример этого Те же чужие третья часть, да, где была рота солдат Таких типа спецназовцев с историей Каждый из них был индивидуальный Кто-то с банданой, кто-то с татуировкой Кто-то с какой-то наклейкой девушки поверх своего автомата и так далее Все это добавляет индивидуальности и истории А здесь, получается, он такой Ну, тех же чужих, например Были и другие солдаты, которые просто такие вышкаленные Просто в форме, да И вот такие солдаты Ну, вот это похоже больше на такой То есть он, пускай не совсем рядовой Но он какой-то там капитан Что-то такое То есть он довольно внушительный Но он все равно проходной Да, и чтобы этого не происходило Ему надо больше индивидуальности Больше его и меньше серийность Но такие персонажи тоже нужны Если ты таких персонажей часто встречаешь Это твои постоянные противники То, наоборот, излишняя узнаваемость и характерность Будет им только мешать Потому что они будут такие Слишком индивидуальные Если ты здесь Получается, что такое Как будто бы 30 раз подряд встречаешь Одного и того же персонажа Убиваешь Это немного странно Смотрится Идем дальше Это Александр Пальчик Второе место Это хрупкий чернокнижник В общем, да Не надо эти слова понимать буквально И здесь хорошо Я здесь не буду особо ничего править Но тем более я уже подсказывал Александру И он какие-то там небольшие правки внес Я бы, наверное, еще больше Его здесь удлинял Он хороший У него хорошие вот эти узнаваемые в силуэте У него хороший тонкий нож Он вообще такой тонкий парень И в целом я тоже это уже говорил Но я бы в итоге делал его таким долговязым каким-то Ну вот такой в принципе и есть Да, такой сутулый здесь Долговязый Я бы просто Я его может быть чуть-чуть утрировал Сейчас не буду долго это тело перерисовывать Тем более нечего Здесь и так все хорошо Еще можно сказать, что вот эта асимметрия Ее бы чем-то подержать наискосок здесь То есть если в него бы вот эта накидка была чуть-чуть массивней с этой стороны Но только не просто так себе случайно массивно А действительно во что-то превращаясь Но честно говоря он такой немного кривенький И бардачный стиль у него Такой вот все как-то намотан у него Что на деле эта асимметрия даже неплохо смотрится Ну в общем в целом я бы наверное вот как-то так выделил Не сильно Но здесь бы перевесил так Чтобы например куда-то там сюда ремень шел Да и в итоге это создает некую диагональ И выходит на массу здесь Чтобы массе не было одиноко Но в общем это конечно не такая уж и проблема Потому что у него здесь например вот есть кабура для ножа Это тоже его равновешивает В целом здесь все хорошо Да, не буду я долго здесь останавливаться По характеру он мне нравится Может быть я еще худее и долговязее его делал Ну и там всякие мелочи можно продумать Всякие костяные доспехи или что Потому что он сейчас конечно внутри Силуэт у него хороший А внутри он продуман не до конца Ну такое вот сюда Немного полосатое Но все равно классно Так, это у нас было второе место И это третье место Сергей Карпенко Это ретро футуризм Холодный лучник И вообще очень клево Что холодный Это не замороженный какой-то А например стреляющий ледяными стрелами Мне очень нравится дизайн Он довольно оригинальный Интересный по силуэту Тут были такие большие колчаны стрел Как мы видим вот здесь вот Но он от них избавился И в целом правильно сделал Потому что они здесь Вот эту диагональ Которая получалась Они в целом нарушали И сбивали с толку Поэтому и правильно сделал Почти нет никаких вопросов Претензий Интересная идея Ну конечно же Тут есть вот такая проработка Да, такой хай-тек себе С проработкой внутри Эта детализация отсутствует На луке Понятное дело Что отсутствие времени Также Но конечно оставлять Вот это так просто нельзя Тут надо Даже если оставлять Большие площади Не заполненные детали То надо там Выходить на какую-то деталь Которая бы соответствовала Вот этому уровню детализации Просто в каких-то местах Например Тут какой-то акцентик есть Да, там Потом мы выходим Чуть-чуть меняем силуэт Чтоб он там Чуть-чуть не был такой Сплошной И выходим Например Ну там по-разному Это дело можно решить Опять же Я уверен Что это не проблема концепта Это просто проблема Там отсутствия времени И вот например Здесь все отлично Такой забавный лук И тут вот есть соединения Эти соединения Вполне соответствуют Там по механике По размеру деталей Да И с внутренностями Поэтому я считаю Что Хорошо Все И скорее Вот По общей атмосфере И скорее Детализации Там Сергей Ушел на третье место Но Вообще Было очень сложно выбрать Потому что Этот концепт Одновременно Мне кажется Довольно Оригинальный Один из самых Оригинальный Такой Очень индивидуальный Хорошо читаемый Издалека Клевый силуэт То есть Если рассматривать Просто как концепт Пусть он не проработанный Но как идея Он один из вообще Лучших Это Однозначно Хорошо А сейчас Мы будем рассматривать Подряд И Я буду Чуть убыстряться Здесь уже Придется порисовать Так Это Паранормальный Вращающийся Охотник Вообще Жанр Паранормальный Это довольно Странный Жанр Его не все Поняли Я считаю Что Если мы посмотрим Что такое Паранормальный Жанр Как жанр Это там Кэрри Или Воспламеняющийся Взглядом Или там Beyond To Soul И там Fear Обычно Мы увидим В Главной роли Очень Простого Героя Потому что Вообще Смысл Этого Жанра Что Люди В целом Хотят Обладать Некими Там Паранормальными Способностями Поэтому Обычно Главный Герой Там Очень Такой Простой Здесь Я не буду К этому Придираться Конечно Потому что Мне кажется Это куда-то Ближе К мистике К ужасам Или даже Просто К фэнтези То есть Такой Герой Ну не совсем Паранормальный Жанр Что Хочу сказать Маловато Времени Чувствуется Что не хватило Чувствуется Если бы Больше Времени Был бы Классный Концепт А так Главная Проблема Здесь Ну не продуманность Его Очень хороший Силуэт При этом Вот так Хорошо Читается Динамика В нем Неплохой Силуэт Да Но Больше Больше Все Смущает Вот этот Конечно Большой Капкан Да Ну во первых Он нарочисто Мультяшный Этот капкан Во вторых Он нерабочий Так бывает С механикой Когда Она Настолько Очевидна Что уже Не скроешь То что Ты ее Не продумал Если Вот этот капкан Вот так Вот нарисован То у него Явно тут Какая-то Даже Даже ось Сложно Назвать Потому что Вот видно Что она там Не вращается Ну ладно Даже если Это некая ось То ты Раздвинешь Но очевидно Что и пружины То нету И Ну вообще Устройства капкана Нету Это просто Две такие Челюсти Это очевидно Кроме этого Это не часть Персонажа Сейчас Это что-то такое Что болтается Явно ее Перевешивает сзади И явно Это слишком Большая Цепь для него И здесь Рядышком Другого масштаба Цепь Конечно Это надо Заставить Как-то Работать на Персонажа Его бы По-хорошему Отсюда Выбросить Давайте Как-то Интерпретировать Например Можно Конечно Потому что Элемент Прикольный Элемент Сам по себе Такой Я бы сказал Узнаваемый Что ли Только На первых Надо Надо Не Настолько Его делать Капканом Либо Рабочим Капканом Если Уже Капкан Ну Например Вот Да То есть Например Можно Что-то Такое Сделать Но Конечно Если Мы Будем Вносить Такие Какие-то Элементы Вот Такое Жесткое Какое-то Ермо Ему Вокруг Шеи Ну В чем Разница Разница В том Что Это Работает На голову Вокруг Нее Работает А Не Просто Где-то Там Висит И Мешает Ему Двигаться Ну Это Тоже Надо Увязать Конечно Увязать Его Костюмом Если Мы Начинаем Это Делать Нам Придется Во-первых Где-то Еще Использовать Как-то Там Заковать Его И Уже Идти По Такому Стилю Может Быть Использовать Что-то Подобное Либо По Подаче Например Ну Если Реально Какую-то Ермо Делать Ему Такие Изящные Всякие Щитки На Руках Ногах Может Быть Ему Тут Прям Проволока Закручена Пережата И Вот Там Какой-то Мех Торчит Или Что Может Быть Это Можно Это Воспринимать Как Часть Брони Тогда Конечно Его Надо Как Кирасу Здесь Устроить И Конечно Тогда Уже Какие-то Элементы Подобные Должны Быть Элементы Наследования Которые Там Например Уже И здесь Встречаются И Там Еще Где-то Развивая Все это Дело Надо Было На Вопрос И Ответить Вообще Что Происходит Зачем Ему Чем Он Еще Пользуется Где Он Это Дело Прячет Там Были Какие-то Прикольные Идеи С С Крыльями Тоже Может Заковать Крылья Не Хватило Продуманности Но Повторюсь Силуэт Хороший Оружие Тоже Отличное Можно Что-то Еще Ему Добавить Конечно Можно Что-то Чуть-чуть Больше Продумать Что он Из себя Представляет Вот Эта Штука Ну Точно Здесь Она Просто Как Балласт И Логики Не Добавляет И Обоснование Не Читается Читается Какой-то Капкан Но Этот Капкан Вроде И Не Капкан И Неудобно Ходить Ему Такое Что-то Привязали К персонажу В общем Вот Где-то Так Получается Надо Это Все Дело Увязывать А так Чувствуется Что Найден Хороший Силуэт Но Надо Больше Времени Чтобы Так Хорошо Поехали Дальше Тоже Паранормальный Модульный Маг Природы Здесь Конечно Хорошо Бы Раскачать Немного Фантазии Потому Что Здесь Довольно Интересно Но В том Плане Что Вот Эта Штучка Интересная Она Работает На силуэт Как-то Организует Фигуру Ну И В общем В этом Читается Какой-то Супергерой А Если Его Так Править То Это Работает На Голову Вокруг Здесь Такое Получается У нас Аля Такое Декольте Что-то Такое В этом Ретро Футуристическое Отсюда Уже Надо Потому Что Раз Мы Держать Такой Прям Я бы Не сказал Что Это Паранормальный Жанр Скорее Это Что-то Ретро Футуристическое Но Ну Если Воспринимать Паранормальный Жанр Как Например Люди Икс То Это Где-то Рядом И В целом Здесь Такое Действительно Герои Из Людей Икс Читается Что-то Такое Есть И Вот Эта Штучка Вокруг Головы Такой Воротник Он Эстетически Прикольный Приятный В общем Хорошо Это Прикольно Но Конечно Тут Бы Хорошо Немного Прокачать Генерацию Во-первых Сама По себе Природа Она Может Быть Очень Разнообразная Да Конечно Первое Что Приходит Это Корни Листья Но Это Может Быть Ну Я Не знаю Водяное Цунами И Какие-то Вулканические Штуки И Вообще Все Это Вместе Одновременно Взятая В целом Если Это Взять Такого Супергероя А-ля Марвел То Подход Нравится Мне кажется Воротника Достаточно Чтобы Сделать Изнаваемый Силуэт И сделать В целом Из нее Супергероя Но Даже Сейчас Супергероев Там Сильно Наворачивают Костюмы Из каких-то Наноматериалов Из каких-то Фактур И так далее Соединений Потому Что Не круто Уже Как бы Не клево Только Когда Вот Костюм У нее Так Трико Одетая Поверх Поэтому Да Можно Здесь Конечно Так Наворачивать С детализацией Хотя Это Не самое Такое Клевое Я бы Конечно Подумал Еще Над Вариантами Где Она Принципиально Может По-другому Выглядеть Так Как Маг Природы Я бы Посмотрел На уровне Всяких Трайбов То есть Племен Потому Что У них Вот Это Шаманство Связь С природой Тотемные Всякие Твари И все Вот это Это Очень Клево Это Очень Ярко Их Там Огромное Разнообразие Я бы В ту сторону Подумал Например То есть Конечно Это Такой Комментарий Общий В смысле Он не Относится Напрямую К Вот этому Концепту Но Ну Если бы Не вот этот Сремен То Мы бы Просто Видели Девочку В Облегающем Таком Костюмчике И так Все Немного Смазано Вот этот Плащ На самом деле Мне кажется Лишний Уже Тогда Он будет Немного Скрывать Можно Тоже Тогда Продлить Это Все Дело Хотя Мне кажется Смазывает Ну Где-то Так Вообще Конечно Да Мне кажется Племена И Тотемные Животные Это Такая Очень Большая Тема И там Можно Развернуться Сейчас Секунду Хоррор Мягкий Жрец Ну Вообще Прикольно Очень И Очень По Хоррор Точно Хоррор Получилось И Тоже Комментарии Будут Такие Наверное Более Общие Потому Что С одной Стороны Это Здорово Вот Лицо У нее Если Вот Это Можно Назвать Лицо Очень Хоррор Такие Всякие Штуки Впиваются В тело Сшитое Вместе Да Вызывает Определенное Отвращение Трубленные Конечности Все Такое С другой Стороны Это Конечно Точно Неуклюжий Некий Персонаж Такой Тяжелый Неуклюжий И Немного Его Жалко Без этой Руки Без Этого То есть Он Мало Что Может Даже Обычно Это Может быть Глупый Но Тяжелый Зомби С Здесь Нет Впечатления То есть Если бы он был Вот такой Какой-то Перекошенный С огромной Видоизмененной Рукой Из которой Торчали Какие-то Шипы Тоже Там Какая-то Ручка Была Внутри Ну То есть В общем Тоже Какие-то Уродства Наблюдались Хотя Я Конечно Больше За то Чтобы Хоррор Создавать Психологический Но Такой Тоже Имеет Место Быть И Он Такой Весь Перекошенный Да Опять же С Подобной Вот Головой Но Со второй Маленькой Ручкой И Можно Представить Как он Будет Медленно Двигаться Но Если он Будет Бить То Он Будет Бить Очень Мрачно Ну Да Его Надо Конечно Продумывать Но Надо Точно Перекосить Здесь Ну Это Такое Это Конечно Тоже Не Концепт Но Просто Как Идея Когда У Есть Там Огромная Рука Чем Ее Отсутствие Или Еще Что Такое Хотя Отсутствие Руки Тоже В общем То Нормально Но Только Он Не Вызывает Он Просто Страшный Сам По Себе Но Сомневаюсь Что Он Может Причинить Какой То Вред Да Ему Сложно Быть Персонажем Он Сейчас Больше Похож На Такое Чучело Которое Стоит На Дороге И Это Очень Страшно Второе У Него Если Рассматривать Силуэт То Силуэт Он Бесформенный Но Дело Не Только В том Что Ну Он Вроде Бо Такой Должен Бесформенный Вот Эти Все Штучки Не Группируются То Есть Они Так Разбивают Силуэт Маленькими Формами Не Очень Группируются Вместе И То же Самое По Поводу Вот Этих Всех Линии В итоге Как Некой Массы У него Внутри Рассказывать О чем Я Вообще Сейчас Говорю У него Очень Мало Элементов Его Личных Таких Он В принципе Груда Тела А вот Эта Штука Хорошая Вот Эти Там Эти Штуки Хорошие Но Они Довольно Случайные Здесь Какие Маленькие Здесь Вот Ну Вот Это Все Хорошо Вот Все Что Вот Горло Подпирает Свернутая Шея Вот Эта Штука Все Хорошо Вот Здесь Оно Такое Более Абстрактное Ну В общем Да Представь Себе Что Можно Вот Здесь Оставить А потом Здесь Продлить Его Хорошо Бы Как-то Поставить Еще На Ноги Более Менее Добавить Какую-то Довольно Большую Изуродованную Руку Которую Он Волочит За собой Ну В общем Конечно В целом Ему Не надо Какие-то Еще Штуки У него Ужайте Просто Используются Вот эти Дощечки Какие-то Вот эти Мне кажется Совершенно Лишними У него На руке То есть Они Ну Вообще Непонятно Почему Там Как Появились Как-то Они Совершенно Нелогичны Пусть Уже Тогда Здесь Хотят Это Тоже Так Ну А Большая Рука Которую Он Тащил За собой Мне кажется Ему Бо Пошла А Так И Тоже Как-то Его Хорошо Поставить На Ноги Чтоб Он Ну Вот эти Ветки Например Сквозь него Растут Ветки Я бы Наверное Чуть Покрупнее Сделал Некоторые Из них И Сделал Б Некоторые Ну Некую Область Да Вот Здесь Сверху У нас Есть Этот Такой Себе Хаос Но Он В общем Держится Какой-то Группы Можно Еще Где-то Его Здесь Сделать Ну Чуть Чуть Там Акцентировать На руке Чуть Где-то Еще Что-то Чуть Чуть Вылазило Ну В принципе Уже Можно И не Делать Ну А тут Вот эти Доски И Рваные Эти Штаны Но Кстати Вот Тряпка Его Тоже Мне Интенсивно Не нравится Потому Что Она Непонятно Что Лучше Прям Наоборот Сделать Что-то Очень Человеческое Вообще Чем Ему Надо Какие-то Очень Человечные Черты Он Страшнее Станет От этого Я Ему Вообще Там Спортивные Штаны Дал Какие-то Рваные Какие-то Порванные Конечно И Но С какими-то Полосками Например Чтобы Было Понятно Что Это Штаны Человеческие А там Какие-то Абстрактные Тряпки Которые Даже Непонятно Зачем Они Нужны Ну Ладно Давай Вот На этом Остановимся И Пойдем Дальше Средневековье С огромным Оружием Смотритель Тут Самый Главный Комментарий Если Честно Это Техника Потому что Техники Тут Не хватает Времени Не хватило Ну Тут Не хватает Объемов Не хватает Какой-то Логики Здесь Не хватает Тела Человеческого Даже Для Стилизованного Тела Все-таки Хорошо Бы Иметь Достаточную Технику Чтобы Просто В объеме Это дело Изобразить Чтобы Не было Так Что Вот Здесь Вот Так Как-то Ну Вот Как Там Рука Крепится А Здесь Она Как-то На Принципиально Каком-то Другом Расстоянии И Непонятно Как Она Крепится За Тело И Здесь Больше Борьбы Было С техникой И с Объемами Как мне Кажется Чем Работа На Идею И Довольно Сложно Работать На Человечко С Широкими Плечами Ну Я Сейчас Конечно Могу Что-то Предложить Но Это Будет Я Вот Сейчас Возьму Ту же Идею В целом То есть Какие-то Элементы Возьму Шлем Такой Рыжие Волосы Большие Вот Я бы Тогда Бороду Ему Дал Смотрителю Как раз Пошло Но Я Сразу Понимаю Что Смотритель Такой Он Должен Быть Как Скала Он Должен Быть Такой Очень Массивный И Там Есть Широкие Плечи В Тебя Но Эти Плечи Сами По Себе Не Работают Надо Принципе Сделать Вот Таким Шкафом Например Вот Что-то Такое Ну Потом Конечно Надо Продумывать Ну Вот И Он Себе Такой Большой Рыжей Парадой Там Пробиваются Волосы И Ну Окей Давай Сделаем Что-то Такое Довольно Странные Эти Круглые Штуки Квадратному Персонажу Потому Что Он По Факту Такой Квадратный Вытянутый Да Он Должен Быть Как Стабильный Должен Быть И Борода И Плащ Не Развивается Ветер Все Такое А Он Стоит Таким Большой Такой Доской Большим Стабильным Квадратом Да Конечно Здесь Сложно Говорить В деталях Потому Что Основа Мне кажется Надо Подтянуть Технику Без Техники Крайне Сложно Донести Идею Свою Ну Потому Что Да Там Есть Какие Наплечники Но Они Очень Невнятные Там Для Этого Хорошо Быть Посмотреть Действительно Как Некие Наплечники Устроены Например И Хотя Бы Какую Логику Наследовать И Наследовать Какие Соединения Может Быть Какие Ремни Иногда Это Часто Не Нужна Некая Историчность А Скорее Нужна Некая Интересная Эстетика Там В этом Все И Фантазия И Это Интереснее Чем Просто Средневековая Броня Хотя Броня Тоже Бывает Очень Интересно Но Хотя Бы Видимость Логики Хотя Бы Учитывать Некие Соединения Чтобы Это Была Не Просто Там Кираса А Вот На Каких Ремешках Она Держалась Чтобы В общем Были Там Ткани Реальные И так Дальше Ну Сейчас Я Тоже Не Особо Принципиально Придумаю Но То есть Главная Проблема В чем Ведь Я Сейчас Это Рисую И Я Понимаю Что Мне Сложно Здесь Заимствовать Что Да Потому Что Да Конечно Я Взял За Основу Там Тоже В шлеме Тоже Там С Рыжим С Рыжими Волосами Большим Мечом Для этого Им Надо Такой Посох Пояс Большой Какой То Ну И В общем Да Вплощен Тут Такой Стоит Дальше Не Будем Детализировать Тут Хорошо Бы Ему Конечно Эту Связку Не В руки Дать А На Пояс Повесить Потому Что В руках Ну Как Часто Человек Ходит Со Связкой Ключей В руках То Я Понимаю Что Здесь Маловато Этого То Вот Вот Если Взять Например Меч Отдельно Он Очень Простой Если Взять Хотя Бо Любой Реальный Меч То У него Будет Там Ну Хотя Бо Будет Место За Что Держать Да Как То По Другому Решено Тот Женобалдашник Как Входит Ну Вообще Вот Устройство Будет Чуть Чуть Интереснее Чуть Чуть Сложнее И Вот То Что Здесь Происходит Часто Обусловлено Просто Тем Что Нам Свойственно Упрощать Реальность Мы Так И Воспринимаем Упрощенном Виде И Здесь Конечно Это Заметно Ну И Как Для Стилизации Тут Непоятно Что Ты Ставишь То Если Он Такой Массивный Да Квадратный Это Вот Некая Цель Если А Здесь Он У тебя Все Таки Довольно Простой Такой Идем Дальше Техно Фэнтези Ядерный Убийца Реактор Питается Энергией Ненависти Ну Вообще Если Это Ядерный Реактор Там Энергии Должно Хватить Надолго Без Дополнительной Ненависти Но Вообще Описание Хорошее Нехватка Времени Давай Я Чуть Здесь Что Подел Это Конечно Такой Странненький Обмылочек Такой Такой Мягенький Вот Эти Две Точки Все Равно Спорят Друг Друг Мы Про Это Говорили Но Это Получается Как бы Сюда Указывает Да Потому Что У нее Явно Сужение Хотя Она Чуть Покрупнее Это Прям Концентрирующая Форма Я Помню Из Обсуждения Что Это Должен быть Знак Ядерный Ну Вообще Лучше Конечно Развернуть Но Вообще Он Должен Быть Точно Явно Больше Сгруппирован Вообще Здесь Такие Большие Толщинки В общем Здесь Все Таки Он Чуть Чуть Не Склеился До Конца Силуэт Неплохой Но Все Равно Ладно Давай Чуть Что То Рисуем Начнем Мы Как Раз Силуэта И Раз Мы Уже Тут Задействуем Ножки То Давай Чуть Чуть Очень Быстро Конечно Но Я Какую То Принесу Логику Соединения Хотя Тут Какая То Есть И Я Чуть Чуть Массивнее Все Таки Ножки Сделаем Если Ножки Не Такие Уж Массивные То На Что То Надо Другое Ставить В принципе Логично Ставить На Скорость Вот Эти Мне Штуки Нравятся Ну А тут Дальше Надо Конечно Продумать Что У него Там Внутри И Так У него Скорость Я Бо Чуть Чуть Подал Вперед Вообще Вообще Он Очень Легкий И Все Ввиду Ножки У него Легкие Да И Чтобы Эту Легкость Поддержать Было Бо Клево Не Облегчить Где-то Сверху Тоже А еще Он Убийца Поэтому Надо Сделать Его Помрачнее Так Насчет Ну Знак Ядерный Знак Тут Точно В принципе Хорошая Идея Ну Я Могу Сделать Вот Так Вот Но Это Должна Быть Небольшая Группа Это Завязано С Общим Костюмом И У него Должна Быть Некая Такая Большая Форма Ну У него Есть Там Этот Шланг Такой Ну Кстати Говорят Надо Еще Последить На Жанр И Жанр Такой Это Техно Фэнтези И Вот Техно Фэнтези Здесь К сожалению Не Чувствуется Все Таки Техно Фэнтези Должно Эксплуатировать Идею Фэнтези То есть Это Некий Жанр Где Соединяются Вместе И Фэнтези И Технологии Технологии Обычно Не Такие Прям Супер Высокие Либо Наоборот Мы Имеем Там Высокие Технологии Но В целом Почему-то Все Воюют На Мечах Ну Либо Мы Видим Очень Похожую На Наш Мир Например Или На Мир Будущего Но С Налетом Фэнтези Ну То То Это Конечно Разные Немного Направления Грубо говоря Есть Там Хроники Ридика Где Притом Что Вся Вселенная Конечно Не Техно Фэнтези Но Там Точно Раса Была Которая Такими Большими Топорами И В общем То В рыцарской Броне Только Типа Технологична И Есть Ну Не знаю Ночной Дозор Да Принципиально Другое Конечно Наш Мир Вроде Бы Довольно Хорошей Технологии Но При этом Там Маги Вурдалаки И Вообще Еще Куча В общем Да Что здесь Могло бы быть От фэнтези Ну Могли бы Какие то Быть руны Конечно В общем Самый простой Конечно Здесь Способ Выйти На Техно Фэнтези Это Чуть Чуть Больше Что Такого Средневекового В броне И Оружие Я б Ему Делал Ну Вот Кстати Да Плащ Ему Пойдет И Можно Даже Как то Его Тогда Прикольно Завязать Там Ну Конечно Над этим Надо Думать Но И Оружие Я бы По силуэту Сделал Что то Такое Аля Какое то Быстрое Копье Но Какое то Энергетическое Либо С Каким то Кристаллом Магическим Что то Такое Вообще В нем Все равно У него Тут Сейчас Много Такого Хай-тека Мало Фэнтези Но В техно Фэнтези Может быть И Хай-так Отдельно Должны Быть Намеки У нас Есть Плащ У нас Какие то Могут Быть Руны Тут Могут Быть Какие то Куски Похожи На Средневековый Доспех В целом Можно Что то Сделать Такое Но Ладно Главное Это Мы точно Выделим Здесь Акцент Побольше Да Может быть Даже Вот эти Глаза Выделим Отдельно А это У нас Темные Такие Штуки Там Конечно Я здесь Немного Так Нафантазировал Но там Я так понимаю Шлем Был И Он Был Такой Более Реальный Что ли Здесь Он Здесь Все Более Фантастическое Такое И Как бы Часть персонажа А не Просто Одетый Шлем Ну А так Да Мы Изменили Его силуэт Направленность Но Стал Чуть Чуть Более Стремительный Кстати Говоря Все равно Мне Кажется Не Хватает Мне Массы Внизу У Него Достаточно Солидная Масса Вверху Массы Внизу Мне Не Хватает Вот Эти Ножки Хотя Мне Кажется Что Они Могут Быть Тонкие Нет Ничего Плохого Но Здесь Конкретно Ну Довольно Солидная Масса Вверху Получилось И Тогда Уже И Чуть Чуть Б Низ Тоже Утяжелить Чтобы Уравновесить Хотя бы Подошву Вот Так Давайте Пойдемте Дальше Сайфай Летающий Берсерк Основная Проблема Я считаю Очень Большое Внимание К деталям Мелким Но Мало Внимания К силуэту Да Силуэт Выделяется За счет Крыльев Есть Там Какие-то Еще Шнуры Но По-хорошему У тебя Такой Стандартненький Человечек А у тебя Берсерк При этом Я бы Подумал Над чем-то В той же Идеи Да Второй Комментарий Это Вот Эта Штука Явно Спорит Тебя С лицом Она Здесь Немного Лишняя Ну Либо Ее Надо Как-то Уводить Либо Разбивать Например Вот так Да И все И сразу Уводится Ну Вот уже Акцент Исчез Да Он уже Разбился На 3 И больше Соединен С этими Чем Существует Такой Как Центр Всего Либо Ну Либо Можно Там Как-то Направлять Например Ну Вот Если Так Таким Его Сделать Не Круглым Да Ну И тут Связать Какие-то Линии С ним Да То Тогда У нас Тоже Какое-то Движение Сверху Низ Появится Лучше Конечно Вообще Даже Снизу Вверх Направить То есть Лучше Но Вообще В принципе Ладно Это Это Всего Лишь Одна Штука А Вообще Я бы Изначально Подумал Над Ну Прикольное Такое Лицо У него Да Но Я бы Подумал Над тем Как Может быть Силуэт Берсерка Берсерк И как Он может Отличаться То есть Он может Быть Массивный Такой Давайте Уменьшим Такая Бабушка Так И Вот Там У него Оружие Да Какое-то Ну Потом Крылья Да Хотя Конечно Да И он Очень Тяжелый У меня Для Летающего Мы Можем Сделать Худее Но При Этом Ну Я Не Знаю Мне Берсерк С чем-то Мощным Ассоциируется Мне В общем Это Лицо Интересно Как Вот Это Точечками Такое Бесчувственное Такое Ну А Дальше Там Там Очень Много Элементов Внутри Элементы Которые Между собой Очень Все Таки Недостаточно Связаны Что ли Там Очень Много Разносортных Таких Да Конечно Есть Элемент Наследования В кружках Таких Но Все Это Сходится К центру Вместо Чтобы Работать На голову Ну И Конечно Там Быть Чуть 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 Более Логичных Элементов Придумать Придумать Тем более Что Необязательно Уходить Настолько Вот Сайфай Можно Использовать Какие-то Реальные Материалы Ну Потому Что В сайфа Тоже Знаете Вот Есть Те же Звездные Войны Например Там Есть Ну Как Такая Более Ретро Космическая Опера Бывает Чисто Сайфай Элементы И Там Тоже Есть Просто Сильно Разные Расы И Некоторые Расы Сильно Более Сайфай Некоторые Расы В общем Одеваются В принципе В одежду То есть Там Кстати Не исчезла Та одежда Хотя Это далекий Будущий Да Поэтому Да Тут И Увязать Это все Тело То что Называется В группы И В Флоу То что Английское Название Флоу Течение Динамики Когда Это все Соединяется Визуально Одно С другим Ну Вот Хорошо Чтобы У него Были Какие-то Все-таки Элементы Типа Какого-то Не знаю Фонаря Там Где он Складывает Меч Конечно Да Вот эти Крылья Надо Продумывать Больше Все Смущает Вообще Силуэт Потому Что Ну Вот Классный Элемент Вот Вместо Лица А силуэт Очень скучный И очень Стандартный Мы Чуть Чуть Его Приталили Теперь Он Даже Не Такой Тяжелый Ну Вот Посмотреть Например Вся Завязочки У Летчиков Как крепится Парашют Например И Использовать Эти идеи Для того Чтобы Прикрепить Крылья Ну И Так Далее Ну И Это Все Интерпретировать Надо Да Но Тут Чуть Маловато Времени Для Это Языческий Топленый Дварф Хорошо Тут Есть Нюансы А есть В целом Силуэт Нюансы Это Скорее Технологии И Механика Этой Штуки Но В общем Конечно Тут Так Вот Немного Отдельно Голова Нарисована Отдельно Руки Ноги Мне Хочется Чтоб Он Был Более Целостным То есть Хотелось Чтобы Если Он Такой Массивный Мужчина Да Вот Как раз И начать С ним Работать Как С Как С Большой Такой Массой Чтоб Он Соединялся По Пластике Я понимаю Что Возможно Не До конца Понятно О чем Я Я стараюсь Показать Это Дело Потому Что Немного Рассоединен Вот Эта Часть Часть От Тела Оно Довольно Такое Органичное Обычное Ну Да Если У него Есть Некая Масса То она Тоже Стремится Вниз На него Действует Сила Притяжения И так Далее Это конечно Больше Такая Техническая Вещь Но не Только Потому Потому Что Это То Что Составляет Его силуэт Во многом Ну И Дальше Я бы Здесь Подумал Над Персонажем Больше Потому Что Давайте Я выключу И поговорю Потому Что Да В основном Это Дварф И Топливность Его Конечно В руке Проявляется Немного Вот Это Вот Этот Момент Смущает То Что Если Разбить Эту Колбу Ну В общем Явно Она Там Все Равно Довольно Хрупкая И Ну Вот Не Очень Логично Там Выглядит Но Больше Смущает Меня То Что Вот Эти Колбы Единственное Что Топливного В нем Да Хотелось Быть С С С Дварф Который Реально Весь На Этом Помешан То Помешан На Какой То Вот На Таких Каких Двигателях И Ну В целом Может Было Прям Целый Двигатель Нарисовать И Начать Бо С Больших Таких Идей Что У Какая-то Паровая Машина Сзади Ну Я Понимаю Что Я Очень Быстро Это Дело Нарисую Но То есть У него Был Какой-то Такой Ключ Здесь Да Там Могла Быть Одна Даже Рука Подобная Хотя Там Ну Рука Честно Говоря Такое Потому Что Мне Кажется Конечно Да Она Может Быть Вот Такая Вот Мне Кажется Что Если Мы Вот Все Таки Туда В Фэнтези И Даже В Какой-то Такой Техно Фэнтези Если Там Нет Смеси Уже С Какими Хайтек То Там Механика Должна Быть Простая И Тут Чуть Чуть Излишняя Сложная Механика Чтобы Сделать Руку Ему Там Будет Сейчас Лучше Не Вот Такой Оголенный Такий Сустав Потому Что Ну Опять Не Скажу Что Я Супер Разбираюсь В Механике Но Механика Достаточно Простая На деле Ось Поршень Все Такое Можно Представить Как Она Работает Ну Когда Смотришь На Эту Руку В Нее Не Верится Потому Что Она Довольно Открытая Эта Механика И В Нее Не Верится И Лучше Пойти По Закрытому Типу Аля Просто Как Рука В броне Только Дать Намек Что Она Механическая Тогда Просто Больше Все Закрыто Во-первых И Более Средневеково Это Выглядит Но Конечно Основная Идея Все Таки Не Такая Маловато Времени Чтобы Показать Ее Достойно Основная Идея Это Подумать Как Бо Он Был Весь Помешан На Шина Была Сзади Да Мне Тут Надо С силуэтом Работать И Начинать С Больших Форм Таких Чтоб У него Там Большой Гаечный Ключ Какие-то Очки Там Да И Шлем Специальный Какие-то Может быть Такие штуки Надвигаются Сверху Для Как Сварочный Аппарат На эти Ну И Очки Могут Быть Такие А может Быть Такой Забрало Может Быть Просто Забрало Потому Что Он Работает Часто С Плавлением Металла И Все Такое Чтоб Жар В Лицо Не Летел Ну А Потом Да Если Уже Делать Те Обоймы Ну В смысле Эти Колбочки То Делать Такие Типа Аля Гранаты И Может Быть Он Тогда Такой Вообще Большой Гранаты Носит Как За Основу Или В Него Там Целый Пандратаж Их Держалась Группа Сейчас Про это Дело Можно Долго Говорить Долго Рисовать Да Тут Не Хватает Времени Чтобы Нарисовать Прям Полноценные Концепты Но Часто Отдельные Элементы Которые Все Таки Просто Держатся На Довольно Стандартном Дварфе Можно Даже Было Бы И С Лицом Подумать Какой Он Выглядит Если Он Будет Там Какой В Очках Такой И Может Быть Не Такой Стандартный У него Большой Нос Такой Может Быть У него Какой То Какая Борода Не Такая Как У Всех Дварф Потому Что Постоянно В Огне Горит И Поэтому Это Такой Особенный Дварф С Неухоженной Бородой Тут Какая То У него Такие Вот Прям Летчик Какой Получился Вот Такие У него Но Я Сейчас Конечно Валяю Дурака Какого-то Забавного Дварфа Но Я надеюсь Идея Понятна Идея Понятна Что Ему Надо Больше Индивидуальности Чтобы Он Был Меньше Похож Он Конечно Был Узнаваем Дварф Все Еще Но Чтоб Он Был Именно Дварф Который Реально Топливный То Есть Он На Вот Этом Топливе И Вообще На Этих Машинах Он Весь Помешан Это Все Его Это Важно Потому Что Сейчас Такое Вот Оно Все Немного Отдельно Сайфай Мокрый Зомби Вот Это То Что Я Говорил Не Делать Не Делать Просто Мокрый Пусть Он Будет Набран Водой То Если Это Сайфай То Это Наверное Какие-то Генические Мутанты Эксперименты Пусть Он Плюется Жидкостью Кислотой Причем Там Был Вариант Выбрать Если Сложно С этими Идеями Во-первых Можно Даже Игнорировать Потому Что Если Плохо Вот Прям Совсем Не Лезет Но Здесь Очень Сильно Буквально И Вроде Бо И Неплохо Нарисовано Но Это Не Персонаж Ну Там Да Можно Сказать Телевизор Типа Узнаваем Элемент Но Нет Он Ничего Не Передает И Здесь Нет Элементов Нет Как Групп То есть Тут Оба Разделено Тут Вот Эти Все Очень Дженери Очень Такие Типовые Для Какого-то Очень Проходного Робота Такого Абстрактного Робота Я бы Конечно Совершенно По-другому Подходил К задачи То есть Можно Было Представить Себе Кутю Историю Где Какие-то Зомбаки Вырвались Из Лаборатории Сайфай Лаборатории И Их Там Окупировали Какие-то Такие Медузы И У них Тут Присосалась Эта Медуза Внутри Голова Там Какая-то Даже Не голова А вообще Череп Такой Уже Которую Съела Кислота А потом Дальше Может быть Всякие Тентакли Здесь А тут Просто Костюм Доктора Такой Более Продвинутый Космический Хай-тек Со Всякими Клапанами И Трубочками Да И Здесь Вот Такое Все Мокрое И Может Быть Оставляет Мокрый След После Себя Но Это Все Таки Свойства Персонажей А не Дождь Идет Потому Что Ну Как Дождь Пройдет А У нас Задача Персонажа Сделать А не Нарисовать Мокрую Среду Конечно Может Вот Пищу По силуэту Что-то Интересное Чтобы Вот Такая Вот Эта Хрень Что На нем Сидит Присосалась Она Такая Была Скользкая Длинная И Тоже Меняла Силуэт Она Вдоль Позвоночника Здесь Так Например Так К сожалению Это Сейчас Не Персонаж Он Неузнаваемый Он Очень Серенький И Даже Для Проходного Какого-то Персонажа Он Непонятно Зачем Он Существует Да У него Нет Цели Но Он Просто Ходит Окей Но Даже Если Взять Зомби Вот Просто Зомби Конечно Не лучшие Персонажи Сами По себе Но Зомби Они Во-первых Берут Количество Во-вторых У них Задача Как раз Ну Все боятся Зомби Потому Что Это Люди Да Это Люди Какие-то Ненормальные И Есть То же Самое Например Бешенство То есть Есть Такие Вещи Люди Боятся Всяких Вирусов Всякие Всяка Такого Они Думают Что Они Будут Делать При Зомби Апокалипсисе Поэтому Это Интересно Но Это Тупые Такие Создания Которые Берут Количество В целом Они Незрачные Но Даже Среди Зомби Есть Обычно Ну Там Какой-то А-ля Босс Да Какой-то Уже Модифицированный Который Явно Отличается От других Явно Выделяется Да И Вот Там Уже Это Становится Персонажем Но Даже Зомбаки Они Вот Они Идут В зону Там Зловещей Долины Где В них Есть Сходство С Человеком Это Уродство Человека И Люди Невольно На себя Это Отталкивающее Да Здесь Этого Нету Это Кусок Металла То есть В общем Такое Тут Очень Много Но Видно Что По Содержанию Видно Что Рисовать Получается И получается Хорошо Нарисовано Хорошо Возможно Очень Быстро И мало Времени И как Быстро Рисовалось И очень Мало Продумывалось Что Как это Интерпетировать Так Чтобы Это Было Содержатель Дальше Боевое Искусство Невидимый Жрец Да Это Забавно Но Все Таки Тут Будет Похожий Коментарий Хотя Конечно Не Такой Жесткий Потому Что Персонаж Здесь Есть Он Соответствует Теме Единственное Что Здесь Очень Много Все Накручено Но Очень Мало Персонажа То есть Да Его Выделяют Некие Черепки Ну Как Нет Здесь Есть Персонаж Здесь Есть Черепки У Него Есть Такие Особые Глаза Там Что Такое Да Ну Просто Слишком Стандартно Слишком Как Бы Заезжено Когда Ты Думаешь Про Боевое Искусство Про Монаха Какого То Наверное Это Самое Самое Первое Что Появляется Вот Монашенские Ряса Ну И В общем То И Все А Тут Там Черепа Такое Тоже Там Мне Кажется В Боевых Искусствах Есть Столько Оружий Столько Есть Подходов Только Их С Шипами Там Какие Там Завязочки А-ля Ниндзя Да Какого То Однорукова С одной Перевязанной Рукой Чтоб Он Одной Рукой Дрался С Длинным Длинным Мечом Или Еще Что Такое Ну Или Там Делают Слепого Или Что Такое Было Бы Классно Конечно Подумать Поразвивать Что Здесь Выделяло Этого Персонажа И делало Его Узнаваем Потому Что Так себе Честно говоря Узнаваем Элемент Да Совсем Уже Как-то Заезжено А вот Такая Женщина С перемотанной Рукой Длинной Шляпе И Плащом Да То есть Как минимум И с Какой-то Таким Такой Рапирой Или Посохом Таким Здесь Вариантов Может быть Масса Дело В том Что Должны Быть Некие Узнаваемые Элементы Некие Узнаваемые Группы И они Хорошо Влияют На силуэт Здесь Есть Вот Эта Черная Маза Которая Довольно Интересная Но Сам По Себе Ну Даже Вот Это Такой Знаешь Там Классический Какой-то Вампир Дракула Почти Из Мультфильма Да Хочется Ити Дальше И Рождать Что-то Интересное Здесь Есть Что-то Интересное И Здесь Даже Слишком Много Разных Элементов А Тут Такой Комментарий Был И Отчасти Чуть-чуть Поправилось Это Дело И Это Искусственный Маг Природы Вот Этот Элемент Хороший А Вот Все Дальше Конечно Там Надо С Этим Работать И Тут Все Возникают Вопросы Которые Я Кстати При Разборе Задавал Вот Это Костюм Или Это Тело Где Здесь Дело Где Костюм Куда Вроде Б Тело Вот Оно Фиолетовое Но Почему-то Здесь Такие На Костюм Не Похожи Они Такие Абстрактные Штуки Мне Кажется Что Здесь Было Очень Много Такого Типа Что-то Получается Я Это Рисую Не До Конца Продумано Хотя С Этой Идея Что-то Можно Сделать Вот Этот Хороший Элемент Он Такой Пустоватый И Это Его Делает Здесь Главным Но Дальше Дальше У Идти Разделение Где Костюм Где Тело И Какое Там Тело Вообще Находит Костюм Он Все-таки Эксплуатирует Некие Идеи Костюма Во-первых Он Должен Работать На Тело То есть Как-то Деформировать Его Или Подчеркивать Его Дальше Он Как-то Сгруппирован То есть Он Как-то Сшит Да У него Там Есть Какая-то Выкройка Поэтому Чуть Более Упорядоченный Вот Так Вот Эти Штуки Это Что-то Такое Полетело Это Больше Свойственно Там Для Органики И То Органика При Всех Своих Шумах То Что Она Не Любит Повторов Все равно У нее Есть Довольно Неплохая Организация На Группы То есть Есть Конечно Крыло Например Хотя Каждое Перо Разное Но Там Есть Все-таки Есть Основные Там Такие Большие Есть Группа Небольших Которые Составляют Такую Площадь То есть Там Все равно Там Есть Логика Они Хорошо Упорядоченные Хорошо Держатся Групп А вот Здесь Это Просто Такая Просто Толпа Каких-то Да Они Здесь Плохо Сгруппированы Они Должны Быть Сгруппированы Как-то Например Создавать Какой-то Узор Такой Вот Представьте Такие Линии Вот Такие Идут Ну Если уж Хочется И потом Конечно Перспективу Надо бы Понять Чтобы выйти На ту сторону Точно Так же Все тут Перспективу Надо А дальше Ну А дальше Надо вообще Определиться С чем мы Работаем Я думаю Что мы Здесь Работаем С костюмом Ну Таким Как В Звездных Войнах Потому что Это Космическая Опера Где Например Идет Некая Эстетика И есть Просто Костюмы Вот Там Другой Расы И Своя Эстетика Там Надо И определить Но Костюм Он Костюм Там Не будут Прям Корни Торчать И Тем более Космо Опера Это В общем Сайфай Такой Не то Чтобы Да То есть Если В сайфа Мы Скорее Работаем С Футуризмом С Предсказанием Тенденции То есть Вот Чистый Сайфай Это Скорее Там Колонизация Марса Да Про то О чем Говорят И Потом Мы это дело Показываем То В космоопере Мы Обычно Будем Работать С Каким То Очень Далеким Будущим И Там Уже Война Империи Там Уже Там Хорошее Разделение На Добро И Зло И Вообще Изначально Космоопера Ну Родилась Из Жанра Юмористического Вообще Это Была Как бы Такая Насмешка Над Сайфаем А Потом Это Превратилось В Последние Звездные Войны Хотя Не Хан Соло Был Хорош А Вот До Этого Там Вообще Это Наверное Возвращается В юмористический Жанр Обратно Хорошо То есть Здесь Надо Представить Что это Какой-то Канцлер Или Что То есть Да Это То там Маг Природы Да Ну То есть Вот Раса Которая За природные Всякие Явления Отвечает На Ты С Природой Но Вообще Мы Разрабатываем Костюм Конечно Ну Чуть Мало Времени Вот Это Дело Поправить Подумать Но Понятное Дело Что Какие-то Элементы Природы Могут Быть Но Эти Элементы Природы Если Ты Хочешь Показать Какие-то Корни То Это Будут Узоры Они Будут Это Не Прям Реальные Корни Которые Там Торчат Потому Что Выглядит Нелогично И Непонятно Ну Что Это 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 Часть Ее Тела Вот Здесь Например Вот Это У нее Там Типа Какие-то Прям Ноги Не Зная Перебирая Корнями Ходит Пускай Тогда И с Руками Руки Я же Сложил На Груди Но Там Если Надо То Можно Сделать Ей Руки Такие Тоже Как Немного Как Корни Но Их Надо Связать Ветки Поверх Куском Таким Тоже Без Особой Связи Надо Привести Какой-то Логике Чтоб Ты Мог Сам Ответить Что Это Вообще Это Костюм Это Ее Тело Она Так Выглядит Как Она Там Выглядит Если Это Она Не Он Знает То Костюм Эстетика Такая Другой Расы Ну А В общем Голова Хорошая Молеку ДНК Тоже Вполне Интересная Я Где-то Буду Конечно Побыстрее Разбирать Здесь Очень Мало Времени Было И Я Считаю Что Такой Он Поиск Глядя На Вот Это На Вот Такой Поиск Я Могу Посоветовать Осваивать Строгую Хорошую Линию Да Чтобы Освоить Трогую Линию Ясную Надо Не Спешить Рисовать Такие Арбаты Это Не Для Этого Но Когда У Либо Если Ты Рисуешь Линии То Все Таки Должна С Появлением Новых Линий Должна Проясняться Ситуация А Не Усугубляться Потому Что Вот Это Хаос И Там Ничего Не Найти Я Конечно Это Дело Сейчас Выключу Но Явно Там Проблема И Ты Обрати На Нее Внимание Тут На деле Сложно Здесь Что-то Интересное Творится С силуэтом Здесь Вот Вроде Такая Есть То ли Лицо Но Тут Пока Маловато На Это Дело Времени Потому Что Нет Элементов Нет С их Соединений И Даже Ну Вот В силуэте Что-то Интересное Но Тут Не Хватило Времени Это Нормально Раскрыть И Подать Вот И Да Накладка Такая Ну В смысле Тут Ты Поняла Космо Оперу Как Реальную Оперу Где Поют И Все Войн Стартрек Вавилон 5 Вот Это Все Космо Опера Где Есть Огромные Корпорации Баталии Целые Межзвездные Перелеты Вот Она Опера В этом Вот Величии Скажем Так Притом Там Обычно Все равно Все решается Буквально Пару героев Так Вот Здесь Мне Очень Сложно Комментировать Потому Что Тут Надо Рисовать Ну Тут Еще Надо Рисовать Достаточно Много Внутри Чтобы Разобраться До конца Что здесь Происходит Здесь Пока Есть Неплохой Силуэт Я вижу Тут Какой-то Вот Такой То ли Щит То ли Что С таким Каким-то С какой-то Улыбочкой Он Мне кажется Интересным Ну Вот Эта Рука Пока Пустоватая Но Какая-то Рапира Там Есть Или Что Ну Хотя Она Такая Немного Странная Вот Животик Немного Странный Если Это Вообще Животик Крылья Прикольные Полупрозрачные Такие Ну Их Тоже Надо Конечно Складывать Как-то Раскладывать Прикольно Но Пока Мне Здесь Сложно Комментировать Подробнее Потому Что Очень Мало Всего Нарисовано С этого Может Что-то Получиться Хорошее А может Не Получиться Там Зависит От того Как ты Работаешь С деталью Ну Такое Понятное Дело Что Сейчас Что-то Рождается Не Совсем Серьезное Оно Такое Чуть Чуть Какое-то Мультяшное Но Да Сложно Пока Сказать Что Из этого Родится Я бы Кстати Вот эти Ножки Вот это Пузо Мне не Очень Нравится Потому Что Он Опять же Стабильный У него Тут Такая Стабильная Штука То Я бы Его Стабильнее Ставил Там Уже Ножки Какие Тут Были Какие-то Прожекторы Это Не Крылья Ну Да Вот в этом Проблема Что Очень Сложно Понять Что Там Дварф Раскладывающийся Очень похоже Что там Попало Там Дварф Топливный А здесь Раскладывающийся Но В целом Ладно В смысле Это не так Страшно С первого Взгляда Мне Показалось Что Он Слишком Баналь Дварф И дварф Потом Я уже Заметил Руку Рука Прикольная То есть Идея Такая Была Что Она Раскладывается Я так Рукой То Она Раскладывается Такие куски Да И растягивается Вот эту идею Я бы Эксплуатировал И дальше Мне кажется Все равно Сейчас Немного Отдельно Во первых Это дело Во вторых Я бы Наверное Связал Либо Переделал Этот молот Так Чтоб он Вылил Необычно И являлся Как продолжением Руки Или Логично Был связан С рукой Либо Ну либо Вообще В принципе Руку Сделал Молотом Черепа Нужны ли ему Черепа Вопрос Ну а в целом Тут конечно В принципе Неплохое У него Лицо Неплохой Характер Конечно Вот эти все Штуки Надо сгруппировать Они тут Они немного Не к месту К нему Потому что У него очень Громоздкая Это рука И он сам По себе Такой громоздкий Ему Вот эти Маленькие Пики Которые Торочат Они вроде бы Совсем Не про него Тут скорее Там такие Набалдашники Его можно Повесить Вот например Это будет Польше Про него И тоже Они подгорят Подобным Цветом Потому что Эту руку Надо будет Чем-то Поддержать Не достаточно Просто ее Одну нарисовать И все Ну а с рукой Надо конечно Работать Ее будет Отдельно Продумать Сейчас Что-то Подумаем Но Ну конечно Я так быстро Не гарантирую Ладно Это все Я начал Поверх Что-то Эксплуатировать А тут бы Хорошо Представить Что у него Творится И где у него Вообще Рука Что она По идее Должна быть Побольше И вот Его Объемчик Такой Ну там Какие-то Руны Были бы Было бы Хорошо На эту руку Прицепить Там вроде бы Такое что-то Есть И вообще Это рука Такая Она больше Магическая Конечно Так Чуть разнообразим Силуэтик И Ну а дальше Я бы изначально Подумал Как сделать Ему Вот такой Кулак Знаете Очень хороший Пример Такого Кулака У Хеллбоя Да Такой Большими Какими-то Костяшками Жесткими Такой Прям Кусок Камня Большой Конечно Не надо Прям Копировать Хеллбоя Здесь Но Идея Такая Подобная Нам надо Сделать Такую Кувалду Из этой Руки Можно даже Прямо Сюда Крутить Какие-то Болты Ну а Дальше Есть Где Эту Руку Использовать Как что-то Основное И тогда Может быть В другую Руку Давать Оружие Тем более Что вторая Вроде бы Правая Ну там Такой Еще Выбрать Стиль И если Он Такой Квадратненький Ну либо Если он Такой Округлый То Тогда Может быть И Молот Но тоже Все равно Такой Стабильный Массивный Что там Он был Такой Сильно Мне кажется Не держался Формы Тоже С этими Рунами Ну и там Можно Конечно По разному Это дело Решать Тоже Может Раскладываться Как-то И тоже С кем-то Набалдашником Здесь Солидным Ладно Да Поехали Дальше Дизельпанк Горячий Чернокнижник Очень Мало Могу Сказать Тоже Не хватает Конечно Техники Вот Это Не нравится Потому что Это Культя Культя Конечно Не очень Хорошо Смотрится Часто Может Смотреться В таких Нетипичных Каких-то Противников Ну просто Всегда Это Немного Вызывает Оторжение И Лучше Если Обыгрывается Такое То Обыгрывается Как продолжение Руки То есть Не явно Отрубаешь Руку А Вот Здесь Начинается Топлеет То есть В целом Рука Рабочая Тут Конечно Очень мало Просто Элементов То есть В целом Такая Чемная Фигура В Противогазе Да С Большими Почему-то Такими Ботиночками И Да Тут Можно И с пропорциями Не совсем Понимаю Конечно Что на Поясе Есть Что-то В этой Плетке Конечно Но Сложно Что-то Советовать Потому что Не так уж Много Нарисовано Сложно Это дело Править Разве Что Там Придумывать Своё Давай Я Поразвиваю Немного Идею Горячий Чернокнижник Ну в общем Можно сказать Что он С магмой Работает Можно сказать Что он Оживляет Их С помощью Огня Либо Там Не знаю Некромант Какой-то Или Он просто Чернокнижник Это значит Что он Всё-таки Маг Чернокнижник Это Дизель Панк Значит В нас Что-то там Может быть Связано С дизелем С электрической С копотью И Тогда Там Такие Работающие Двигатели Ну да Потому что Окей Да Вот эта маска Это хорошо И даже Так как Дизельпанк Сам обращает Это Ретрофутуризм Он ссылается К определенной эпохе Дизельпанк Ссылается Обычно Там Америка Каких-то 60-х 50-х Там 40-х Годов Времена Тесла И всё Такое Химзащита Какая-то Было бы Хорошо Какой-то Огнемёт Здесь тоже Было бы Хорошо Да Это Не совсем Конечно Вполне Себе Конечно На чернокнижника Может Сойти Но Такой Чернокнижник Который В основном Огнемётчик Конечно Он может При этом Быть Куда Поспокойней Действительно С какой-то Книжкой Здесь И каким-то Электропосохом С разрядом Такой Поджигалкой Ходит В длинных Черных Перчатках Но Это я придумываю Потому что Здесь Во многом Ничего Это не показано Очень мало Всё показано Но то Что важно Да Сам жанр Такой Что он Должен обращаться К редро И это значит Что он Должен Эксплуатировать Идеи прошлого Показывать И если Они не узнаются То как бы Задача не выполнена То есть Просто нарисовать Какого-то Ну Вот такого Что-то Такого Тёмную мрач Фигуру Это немного Не то Всё-таки Должно что-то Должны быть Реальные одежды Оттуда Даже вот Если там Противогаз Или Какой-то там Котелочек Или С дизельпанком Кстати Лучше Там свободы Больше Он уже Ближе К нашим Реалиям К нашим Одеждам Со стимпанком Там конечно Тоже Там может Много быть Фантазии Всякой Но если Там уже Прям Настоящий Стимпанк Делать То Это Викторианская Англия Ну кстати Говоря Ну вот Тот же Биошок Или Ещё Такие игры В стимпанке Которых Не так уж и Много Но показывает Что можно Эксплуатировать Здесь Стимпанка Не обязательно Обращаясь К конкретной Эпохе Ну как Тот же Дизонор Да Это делает Да Иногда Здесь Вот Сложно Разбирать Потому что Маловато Нарисованно Здесь тоже В основном Будет Кстати Устно Киберпанк Ну мне кажется Что это не Киберпанк Огненный Артефакт Мастер Ну с Киберпанком Я говорил Что это Обычно Что-то Такое Сделано На коленках Но Киберпанк Тоже Ссылается Обычно На Недалекое Будущее Это Такая Все-таки Часто Антиутопия Какой-то Полуразрушенный Мир Имплантант И все Так далее И Там чаще Все Тоже Используется Вместе С этими Имплантантами И Высокими Технологиями Они Такие Местечковые Еще Используют Тоже Наши Ткани Наша Одежда Здесь Есть Части Какие-то Вот Такие Части Они К сожалению Не складываются В четкий узор Тут Надо Бы Подумать Про Силуэт В первую Очередь И причем Думая Про силуэт Рисовать Не Свет А пятна То есть Вот так Вот Как бы Думая Пятном А не Пытаясь Нарисовать Там Какое-то Освещение Что-ли Сверху Или что Сперва Придумать Силуэт Силуэт Очень гибкий И говорящий То есть Там Может быть Светлее Темнее Да Но Это Чтобы Создать Некую Некие Массы Которые Хорошо Читаются А не Для того Чтобы Там Не знаю Свет Нарисовать Сверху Здесь Вот Силуэт Нечеткий Он Разваливается И потом Дальше Пошло Явно Конечно Нехватка Времени Но Явно Видно Что Ну Соединение Локальное Да У тебя Не организован В целом Весь Концепт А Соединение Локально Там Вот Где-то Какой-то Щиток Входит Другой Щиток И Конечно Банально А вот Общая идея Это не считается То есть Вот Вроде бы Такой Щиток Один Щиток Второй Третий И так Пошло Дальше Да Хорошо Бы Конечно Ну Тут Будет Больше Такой Конечно Комментарий Общий Потому Что Здесь Сейчас Рисовать Это Все Я буду Просто Рисовать Другой Концепт В целом Надо Конечно Некую Логику Во Что Одет Что Это За Кусочки Такие На нем Да Вот Может Он Одет Прям Вот Реально В Какую То Куртку Да А потом Под Курткой Или Здесь Вшита Какая-то Броня Или Под Курткой Броня Находится Здесь Какие-то Там Соответственно Швы И Вот Здесь Накладки Но Может Быть Какая-то Рука Для Взлома Чего-то С Компьютерным Встроенным Да Может Быть Вообще Надо Быть Просто Более Логичными Ближе К Реальной Жизни Здесь Да Может Вот Здесь Наносит Кобуру С пистолетом Может Быть Ну Да Он Вклеил Маску Себе Такую Прям Как будто Железную Устрашающую Это Позволяет Открывать Личность Какие-то Импланты Встроенные И так Далее То есть Но Это Все Должно Быть Если Там Маска То Ты Видишь Где Вот Есть Лицо Где Маска Начинается Где Ее Края И Какую-то Логику В этом Все Ты Вообще Реально Придумал И Понимаешь Что У него Это Железная Маска Одета Она Или Имплантирована Там Например То Что Он Огненный Он Может С Огнеметом Он Может Плазмаганом Он Может Быть Вообще Сам По Себе Накаляться И У Такие Вся Ну Такие Линии Выгорающей По Телу Может Быть Вообще Полуголый Для Этого Можно Здесь Пофантазировать Но Надо Додумать Идею Чтобы Она Была Визуально Обоснована Визуально Ее Еще Показать Не Просто Придумать Но Логику Продумать Хорошо Б Паранормальный Летающий Вор Вообще Как Сциализация Мне Нравится Тут Как раз Были Интересные Идеи И Вот Эти Перевернутые Он Такой Трикстер Я так Понимаю Перевернутые Значки Валют И Там То ли Он Собирает То ли Что Рассыпает Деньги Это Своебразная Стилизация Мне Нравится Как Вот Его Нос Вот Его Очки Вот Эти Волосы И Даже Вот Этот Нимб Из Валют Это Все Делает Его Более Узнаваемым На Чтобы Я Обратил Внимание Здесь Шарф Шарф Сумки Я Говорил Про То Что Я Был Все Так Ремешки С Дыркой Из Сумки На Конца Потому Что Очень Смотрится Как Большой Паролоновый Шарф Лучше Делать Сумки Не Знаю Вообще В принципе Шарф Сумки Не Очень Скажем Так Это Не Очень Очевидная Идея Это По Своему Оригинально Это Хорошо Но Не Очевидно Она Не Очень Визуально Очевидно Еще Они Не Будут Развиваться Как Плащ Конечно Даже Пустые Сумки Они Все Так Весят Поболее Но В остальном Ну Это Мелочи Да То есть Вот Эта Штучка Очень Тоненькая Прям Не Верится Кажется Что Она Сломается Особенно По Соседству С Таким Такой Большой Толщиной Трогатин Двух Это Все Бы Усреднить И Предпочесть Какое То Направление Потому Что Ну Опять Ж Совершенно Одинаково Вообще Конечно Бы Разобраться Что Это Ну Точно Предпочел Бы Я Конечно Направление Впереди Это Логично Ну А потом Чуть Чуть Потолще Сделать Может Быть Как То Продумать То Либо Нарочисто Бесворенным Делать Это Посох Такой Немного Покорешен Спереди То Что Так же Можно Такие Разного Размера Монетки Ну И С Пластикой Вот Вот Это Мне Кажется Странным То Как Стилизация Даже Оно Как-то Не Стилизация Она Все Таки Стилизует Все Таки Анатомию Да А это Даже Можно Было И Побольше Попластичней Ну Вообще На стилизации Тут Б Его Немного Переработать Это Такое Там На нюансах Бывает Очень Хорошо Можно Долго Можно Сидеть Я Все Таки Сейчас Выхожу На Какие Тишина Какие То Стопы Ему Тоже В Крылья Не Верю Крылья Хорошо Бы Распустить Как-то Прикольно Даже При том Что Они Ободранные Но Вообще Крыло Оно По своему Строению Прям Похоже На руку В общем Хорошо Бы Так И Придерживаться Хотя Это Конечно В Так Важно И Конечно Крылья Вместе С Руками Вообще Плохо Работают Тут Нелогично Само По Себе Но Так Делают И Это Прекрасно В смысле Это Нормально Я тут Не Совсем Понимаю Одно Крыло Это Два Крыла У него Такое Растет Но Крылья Да Хочется Их Тут Развернуть Так Только На Два Крыла Может Быть Конечно Ну Я Вниз Как-то И Не Летит Он Может Быть Они Могут Быть Какие Ободранные Ну А Там Я Не Совсем Понимаю Что У него За Ремень Такие Штучки Ну Давай Я Это Оставлю Но Ремень Там Надо Продумывать Но В целом Это Хороший Персонажик И Это Все Такие Нюансы Там Конечно Надо Продумывать Рисовать Отдельно Но Довольно Прикольный Ядовитый Андроид Конечно Если Языческий Это конечно Не совсем Жанр Хотя Глядя на Языческий Вспоминается Что-то Какие-то Идолы Какие-то Вот такое Ближе К Эзотерическим Всяким Штукам Мистическим И Языческим В том числе Что-то такое Славянское То есть Вообще Я бы Поискал Как сделать Андроида Языческим И Сделать Из него Почти Голем А какого Но Да Тут Это Есть Скажем Так Вон В какой-то Рясе Есть Какие-то Символы Тут Ряса Мне Наверное Больше всего Не нравится Потому что Не знаю У меня автоматом Срабатывает Некая Логика Я думаю А как же Он Как же Он Вообще Не знаю Одевается Оно Как-то Не очень Хорошо Стыкуется Вообще Все Это Мне нравится Я бы Может Подумал На это Ногами Каких Интереснее Расставить Подставить Так Чтобы Персонаж Тоже Как-то Заработал Интереснее Динамики Например Он стоит Там У него Эти ножки Не просто В четыре стороны Расходятся Что довольно Скучно И Очень сильно Его останавливает Как-то Как Пауков Например Или Вообще Все Членистоногие В них Такого Нету Чтобы Они Таким Бам 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 Да И Вот Можно Что-то Такое Поставить Поставить Помощнее Там Лапы Сзади Такие Да Можно Даже Их Так Поднять Повыше Да Здесь Там Какие-то Поменьше А потом Здесь Опять же Поднять И поставить Такие Типа Вперед В общем Некий Такой Тоже Узорчик Нарисовать Оно Будет Динамичней Даже Можно Конечно Еще Больше Утрировать Ряса Мне кажется Его Слишком Наигранное То есть Не Очень Хорошо Стыкуется С Хайтек Стилем Есть Такое Понятие Тектоника Это Визуальное Ощущение От Материала Вот Это Тяжелый Толстый Материал Это Очень Странный Материал Не Вяжется С Его Ряс Вообще Силатик Прикольный Конечно Не хватает Логики Как Вот Там Завязка Всех Этих Металлов Между Собой То есть Даже Можно Оставить Такое Подобное А Вот Ряса Ну Можно Остаться В Такой Идеи Она Мне Не то Чтобы Сильно Нравится Но Тогда Делать Конечно Эту Скажем Так Курточку Рясу Тоже Такой Немного Хайтек Выводить На ней Некие Узоры Хорошо Ее Пустить По То есть Вот Такие Тряпьё Не Делать Если Вот Так Вот Делать Уже То Тогда Идя Дальше Для Вот Уже Ног И Все Остального Тоже Делать Подобный Дизайн Поддержать Дизайн И И И Использовать Тоже Вот Как Те Ж Космонавтам Есть Очень Много Моментов Где Используется Как Какая-то Мягкая Обшивка Такая Тряпичная Ну Если Так Правильно Назвать Да В общем С мягкого Материала И Это Выглядит Довольно Кстати Достоверно Хорошо Я Бо Тоже Где-то Здесь И Шланги Какие-то Использовал И Тоже Обтянул Где-то Дал бы Какие-то Резиновые Штучки Да А Где-то Использовал Прям Такой Материал Причем Сделал бы Его Костюм Этого Парня Ну Все равно Мне Не то Чтобы Очень Нравится Вот Эта Идея С этими Ногами Вместе С рясой И это То есть Так Оно Все Чуть-чуть Притянуто За уши Смотрится Ну Так Хотя Мы Их Увяжем Как-то Между Собой В общем В плане Костюма Я Был бы Более Приземленным Что ли Подумав Над Реальной Какой-то Выкройкой Со Космического Там Оранжевого Белого И то же самое В обшивке Где-то здесь Тоже использовалось С полосочками С какими-то Надписями Оно Выглядело Бы Интереснее И тебе скажу Почему Есть такой Некий Диссонанс Это Вот эта Часть Это такой Интеллигентный Маг Одетый И все Такое А вот Эта часть Это какой-то Прям Робот С открытой Механикой Который Наоборот Не заботится О том Чтобы Как он Выглядит У него Выполняет Некую Задачу Как Робот На конвейере И все И вот Он так Выглядит С открытыми Механизмами С железными Ногами И так далее Вот этот Не будет Даже если он Железный Он не будет Голым ходить Скажем так Он вот Тут себе Костюмчик Присмотрел Одел Почему он Внизу Тогда Как бы Не оделся Или почему Он оделся Вообще Вверху То есть Вообще У меня есть Тут какой-то Диссонанс Этих Двух идей Которые Вместе Соединились Тяжелый Рыцарь Смерти Довольно Неплохо Чуть-чуть Безлико Я бы Так Сказал Почему Ну Во-первых Очень много Повторов В элементах То есть Очень много Повторов Вот этих Таких Штучек Тык-тык-тык-тык Вообще Как Повторы Наследование Элементов Должно Быть Да Это даже Правило Но Когда у тебя Как будто бы Нет акцента Вообще И у тебя Весь Персонаж Такой Забит ритмом Да То есть Он весь Такой Несколько Полосатый В итоге Ребит От него Да Вообще Основа ритма Все-таки Как-то Обобщить Все это дело Соединить Между акцентами Ну Вообще Вот такие ритмы Мне нравятся Здесь И они такие Логичные Но Хорошо бы Их Сочетать Вместе С Более Крупными Элементами Ну Скажем так Да Вот Здесь Спереди У него Есть Такой Элемент Мы его Чуть Сейчас По логике Так Выведем Он был Такой Более Цельный Еще Ну И в общем Так Где-то Прибьем Сейчас Подумаем Конечно Потому что Мне хочется Оставить Эти повторы Как Ну Так Вот Элемент Обобщающий Но Надо Хотя бы Несколько Больших Элементов Сделать За которые Будет Четко Цепляться Глаз И Останавливаться Ну Конечно Сейчас Так Шустренько На ходу Импровизируя Я Может быть Чего Толкового Не сделаю Но Ну Вот эти Все Можно Оставить Допустим То есть Вот эти Все Остаются Даже Можно Здесь Так Добавить А здесь Массивные Какие-то Сапоги Сделать Например Даже Не знаю Можно Это Все Прямо Заслонить Ну И Потом Патону Хорошо Разбить Но В целом Концепт Мне нравится Мне Кажется Что Идею Постапокалипсиса Довольно Хорошо Передает Скажем Так Отчасти Потому что Да Хочется Чуть Поразвивать Еще Идею То есть И Придать Какие-то Родных Материалов Потому что Постапокалиптический Жанр Он Всегда Про Разрушение Нашей Цивилизации Он Всегда Про То Как Мы Будем Действовать И Другие Люди Будут Действовать Как раз Когда Вот Это Наша Цивилизация Развалится Поэтому Он Обычно Про Недалекое Будущее И Там Обычные Люди То Во что Они Превратились И Поэтому Вот Тут В целом Да Понятное Дело Он Взял Какие-то Запчасти Какие-то Куски металла Ими Сделал Себе Броню Но Было бы Клево Если У него Был Тут Какой-то Реальный Бурдюк С водой Чтоб Там Были Какие-то Патроны Какой-то Там Винчестер Где-то Прятался Еще Что-то То есть Ну и Вообще В принципе Были Чуть-чуть Вот Наши Роднее Материалы Хотя Здесь Есть Ткани Вот Как На руках Ну и Да Есть Какой-то Узор Хотя бы Вот Из Крупных Элементов Да То есть Здесь Там Крупный Элемент Здесь Там Крупный Здесь Крупный Но Все Держит Сделать И Этим Тоже Где-то Сгладить Обобщить Мелкие Элементы С оружием Ну тут Надо Конечно Работать Очень Большие Пошли Элементики Наверное Просто Спешил И То что Его Масштабу Соответствует Даже Если Оно Такое Большое То Например Заклепочки Будут Небольшие Потому что Он сам По себе Они же Не будут Принципиально Отличаться От того что У него Например На костюме Не надо Его Такое Более Динамичное Даже Ну вот Это Вот Странно Открывашечка Чуть Чуть Ну вообще Мне хочется Что-то Такое Такое Топорик Например Хочется Что-то Более Магичное Что-ли И Торчало В разные Стороны Хотя Конечно Может И торчать Но Тогда В общем Тогда Оно Должно Именно Быть Как Что-то Реальное Там Какие-то Гвозди Вбиты И Довольно Сложная Форма Лезия Но Она Сложно Сделана Но Бестолкова Кто-то Пилил Очень Непонятную Сложную Кривую Форму Лезия И Вот Эта Работа Осталась Нереальный Электрический Рыцарь Смерти Жанр Unreal Нереальный Это Довольно Забавный Жанр Я его Выделяю Отдельно От других Ну Например Алиса В стране Чудес Вот это Unreal И бывает Такой Жанр Который Ставит Перед собой Задачу Удивлять Каждым Разом Каждая Смена Кадра Смена Сцены Это что-то Может быть Новое И поэтому Ты ожидаешь Все что угодно Отчасти Сложно В нем Работать Потому что Там может Быть Все что угодно Так Я просто Сейчас Немного Стилизую Это Надо и По динамике Оно Такое Все симметричное Надо и По содержанию Чтобы понять Вообще О чем Это Но Я сейчас Больше Используя Эти же Идеи Немного По динамике И форме Так чтобы Например Если Узкое лицо Такое Его надо Подчеркнуть Вот мы Заставим Там воротник Работать На лицо А потом Мы должны Будем Освободить И те же Волосы Освободим Так Чтобы Чтобы У нас Читалось Хорошо Лицо Идея В том Что я Чуть Чуть Поработаю Здесь На характер Там Не надо Обращать Внимание Наверное Потому что Мне сейчас Честно говоря Это не так Важно Как Постараться Максимально Поискать Как-то Форму Так Чтобы Там Глазки Могут быть Разные Носик Может быть Разный Здесь Идея Первоначально Я бы Искал Конечно Другое Выражение Лица Не такое Как Обычно Используется Скажем Так Стараясь Быть Поинтереснее В этом Плане И Даже При том Что Это Может быть Там Какая-то По задачке Сексапильная Женщина Попробовал Поискать Что-то Такое Неординарное Потому что Такое Более Стандартное Его Всегда Можно Найти Так Ну Вот Тут Мы Такой Вот Сделали Воротник И Тогда Мы Должны Освободить Чуть Чуть Да Чтобы Это Все Читалось Вообще Мы Чуть Освобождаем Делаем Ровные Плечи Тем Более Что У Женщин Чаще Всего Ровные Плечи И Потом Дальше Идем По Динамике Такой Изогнутой Потому что Она Вроде Под Пластичная Рыцарь Смерти Рыцарь Смерти К слову Говоря Она Да Ну Давайте Какую-то Делать Кирасу Хотя Сейчас Сложно В целом Конечно Странно Что Для Рыцаря Смерти Вообще Женщину Взяли Но Даже Можно Было Взять Женщину Но Не Такую Гибкую Такую Взять Громиву Но Можно Наверное И так Это По своему Оригинально И Вот Я Тогда Выделяю Какую-то Такую Броню Но Да Если честно То Есть такая Штука Как Наглядность Она Говорит О том Что Всем Не Объяснишь Поэтому Если В задаче У тебя Рыцарь Смерти То Надо Сделать Так Чтобы Было Это Понятно С первого Взгляда В общем Идея В том Что Либо Делать С ее Такую Можно Попробовать Конечно Сделать Колючую Броню Но Все равно Вряд ли Это Дотянется До Рыцаря Смерти По Впечатлению И мне Кажется Надо Либо Бабу Громилу Делать Либо Заковану В броню Такую Мрачную Ну Вообще Мрачную Мужика Можно Делать Или Вообще Рыцарь Смерти Это Даже Не Мужик Это Сущность Ну И Можно Конечно Женское Что-то Придумать Знаете Как Метроид Широкие Плечи Такая Широкоплечья Броня И Только Когда В самом Конце Она Сняла Маску Стало Понятно Что Это Женщина Но Тут Уже Можно Не Продолжать Идея Такая При Работе С формой Какой-то Прикольной Можно С этого Сделать Интересного Персонажа Там Конечно Оно Так Все Немного Скучновато Потому Что Все Очень Сильно Ну Так Симметрично Там Вот Эти Все Бомбочки Какие-то Они Отдельные Тут Надо Объединить Это Все Некая Идея Я Как-то Попробовал Работать С формой Показать Как Можно С ней Работать Это Некое Такое Движение Которое Проходит Через Весь Персонаж Оно Часто На Такой Взаимокомпенсации Изгибается Это Все С-образный Такой Изгиб И У нас Есть Вообще И Форма Лица И Руки Все Это Вторит Общему Движению То Рыцарь Смерти Ну Не Воспринимается Не Воспринимается Тонкая Женщина Как Рыцарь Смерти Даже Пускай Электрический Пусть Б Даже Тонкая Женщина Но Более Жестко Одета В Каком Красным Кровавым Плащом И Очень Колючей Броней Да Наверное Можно Как-то Дотянуть Ну Если Прямо Задача Будет Стоять Рыцарь Смерти Но Это Женщина И Не Очень Серьезного Телосложения А Если Вот Такая Просто Задача Стоит И Можно Делать Все Что Угодно Я бы Наверное Пошел По Наглядному Пути И Вначале Как Минум С детства Делал Несколько Вариантов Где Это Прямо С первого Взгляда Рыцарь Смерти То Такой Рыцарь Который Издалека Ты Смотришь И Думаешь Уже В новом Году Всем Хорошо Отпраздновать Пока Пока Пишите Спрашивайте Подписывайтесь